Ребята, всем привет! С вами Ксюша. Сегодня я приехала в музей железных дорог России. В общем, это музей РЖД. Вы все знаете мою любовь к поездам. Я очень люблю кататься на поездах. Я очень часто на них катаюсь. Снимала для вас множество видео в поездах. Ссылочка на эти все видео будет в описании. И 24 часа в поезде, и ночь в поезде. По-моему, 48 было. Чего только не было у меня вообще в поезде. Скачала приложение. Короче, те, кто находится в Санкт-Петербурге, могут прийти в музей и воспользоваться этим приложением. Это будет как путеводитель, как гид. А те, у кого нет возможности приехать в Питер, можете воспользоваться приложением. Там можно сделать прям виртуальную экскурсию. Ну, а я тут живу, поэтому идем в музей. Так, заходим. Так прикольно. Мне нравится атмосфера. Так темно здесь. Обожаку. Оценочка телевизора по размеру. Здравствуйте, гость. Обратите внимание. Ребята, тут еще можно покушать, представляете? Так, я зашла в приложение. Называется оно музей ЖД. Заходим. Здесь нужно подключиться к Wi-Fi, чтобы нажать вот сюда в музей. А вне музея можно использовать без Wi-Fi. Музей. Так, я уже подключилась. Смотрите, что мы делаем. Мы вот встаем на тот квадратик, открываем камеру и наводим вот так. У Ксении руки трясутся, извините, пожалуйста. Смотрите, теперь у нас такая дополненная реальность. Смотрите. Колесные пары. Были небольшого размера. Вообще, небольшие колесики, ребят. Как вам? Идем дальше. Это детский центр. Можно примерить фуражки вот эти за столиком. Посидеть. И даже второй этаж тут есть. Ничего себе. А это щелкунчик. Ксения шарит. Так, давайте сюда пройдем. Смотрите, какой он высокий вообще. Я никогда так близко не стояла к паровозам. А это танк-паровоз. Представляете? Там уже что-то началось. Запрещено залазить. Нельзя. А я хотела. У меня было вот такое желание, Леска. Давайте сзади обойдем, посмотрим, что там. Ой. А мне почему-то как-то некомфортно здесь. Надеюсь, мне тут не раздавят. Ля-ля-ля. А там кто сидел? Блин, я хочу залезть туда. Место для машиниста. Какая прикольная штука. Я хочу ее сфоткать. Пермен. Это балет-гурл. Ребят, это какой-то ковш. Здесь можно посидеть. Мама сказала, что это подножка. Ты видела людей, которые сидят вот здесь, когда едут? Я думаю, что это специально эта подножка, чтобы сюда вставать ногой, сюда подниматься, что-то ремонтировать. Мама, у нормальных людей есть вот такая растяжка, которые могут сразу залезть вот сюда. Смотри табличку, видишь? Нельзя залазить. Идем дальше. Так, мы откроем приложение, посмотрим, что здесь дальше. Так, это макет Павловский вокзал. Так, вот типа вокзал, железная дорога, поезда. Это здание вокзала самого. Деревья прям правдоподобные сделаны, мне очень нравятся. Скорее всего, это зона ожидания. Хотя внутри, кстати, тоже могла быть зона ожидания. Ребята, эта кружка просто ностальгия. Это ассоциация, мне кажется, у всех людей с поездами. Смотрите, это кружка, которую обычно наливают чай. Сюда кидают деньги. Смотрите, здесь монетки. Ребята, как сюда залезть? И ложка еще огромная. Это мой гмэкспонат теперь. Офигеть, надо фото. Лично мне напоминает это музей будущего, но как бы здесь круче, потому что это с на русском. C-68. О, C-68, вот он самый первый. Дополнительную реальность вот так вот наводим. Нам нужно отксерить. Смотрите, как тут много всего прям. И чертежи, и портрет. Буферный фонарь. Исторические фото вот сюда хочу. Прикол. Так, ребят, давайте пройдем, потому что мне кажется, что, ну, можно где-то стоять здесь где-нибудь, да? Ну, можно. Можно. Чертежи. Чертежи. Посмотрите, какие огромные колеса. Вот это самые большие колеса, которые я здесь видела. Они прям, ну, даже повыше меня. Такая огромная махина. На меня посмотрите вообще. Я стою под колесом. Я всегда мечтала вот залезть вот сюда, но сюда нельзя залазить. Пассажирский паровоз. Год. Выпуск от 1917 год. Капец. О, тут можно прочитать про него. Это история. Это пассажирский вагон третьего класса пригородного движения. Ура! Мы поднимаемся. Тут пахнет прям деревом. Так, включаем фонарик. Значит, тут труба вот такая. Трубами, да? Все трубами. Наверное. Идем дальше. Слушай, так это печка. Галина, вы сейчас будете в шоке. Что там? Вау. Проходим. Так, тут туалет. Ничего себе, какая раковина маленькая. А умывальник видела? Да, вот так делаешь. В деревне, да, 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 да. Такой умывальник. Тубзик. Далее вот такие эти лавочки. Ты прикинь, если бы мы с тобой до Москвы вот так вот ехали. Тут еще один вагон такой же. Идем. И здесь еще двери. Отдельная кабинка. Может, какой-то класс повыше. Я так понимаю, что это двухместная. Вот это одноместная. Хотя, ну да, наверное, одноместная. Типа второго сюда не запихнешь уже. Ребята, вот я сейчас иду в конец музея. Я понимаю, что он просто такой огромный вообще. Кто живет в Питере, обязательно сходите сюда. Тут очень интересно. Но кого нет возможности, скачивайте приложение. Так, по-моему, нам направо. Тренажер машиниста тепловоза. Нам сюда. Там вообще что-то какой-то трэш. Я там не собью полгорода случайно. Садитесь. Так, тормоз вперед. Сюда. До конца. Стояночный тормоз тоже двигаем вперед. До конца. Запускаем двигатель. Осторожно, нам маникюр не повредите. Контроллер. Смотрим на экран. Позиция 5. Все. Отпускаем. Депрессиональный режим. Начали движение. Запускаем таймер. Время пошло. Так, слушаем внимательно задание. Во время движения... Да, кстати, подаем сигнал «Свисток». Мы отъезжаем от платформы, обязательно подаем сигнал «Свисток». Ага. Значит, запоминаем задание. Во время движения нам могут встречаться препятствия. Препятствия могут быть всякие. Там, пешеходы, транспортные средства, животные. Препятствия, которые мы видим в официальном пути, соответственно, подаем сигнал «Свисток». Сейчас подаем сигнал «Свисток». Если надо будет тормозить, вот, специально для этого есть дурность. Вот сюда, обратно. Да, да. И возвращаем обратно в это же положение. Опа. Да, 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 да. Первый. Ничего себе. И что делать? Тормози. Тормози. Тимфон, 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 тимфон. Вот, отлично. Что-то они глухие какие-то. Это первое препятствие. У нас иногда бывает, что встречаются и даже встречные поезда. Ну, это редко, но все равно встречается. Мы также подаем сигнал «Свисток» встречным поездам, поприветствовать коллегу. Это, если пойдет дождь, значит, включаем, соответственно, либо второй, либо третий режим. Смотри, автобус. Впереди автобус. Подаем сигнал «Свисток». А если он не уезжает? Подаем, подаем. Делаем паузу, потом еще делаем, нажимаем тимфон до тех пор, пока он не уйдет. Так, смотрим. У нас тоже пошел. Включаем стеклоочиститель. Смотри, опять что-то там стоит. Да, да, да. Давай опять примечай. Подаем обязательно сигнал «Свисток». Так, а если тормозок, если он не уезжает, что делать? Ну, экстренное торможение можно попровести, но, знаете, если у вас, например, 20 человек сзади, и вы идете на большой скорости, я бы не советовал вам скорость сбрасывать. А если вы везете груз, например, нефть, газ перевозите, какие-нибудь горючие смеси, и развили уже скорость, ну, на максимальную определенную скорость, то если вы совершите резкое торможение, препятствия впереди, то высока вероятность, что у вас может все перевернуться и произойти техногенная катастрофа. Что-то стоит, да, люди, да, стоят. Разбежались? Все, убежали. Быстро убежали. Смотрим, у нас сейчас 80 километров, а обычно на некоторых участках мы должны сбрасывать скорость. Вот сейчас мы подаем 17 «Свисток», потому что платформу проезжаем. Подаем, подаем. А скорость как скинуть? Скорость вот. Люди стоят, тебя ждут. Нет, у нас вагоны переполнены. Вы не забывайте, что у нас поезд дальнего действия, у нас не пригородная электричка, что у нас свой маршрут, мы не на каждой станции останавливаться, а у нас нет такой цели. Подаем. Вот если бы у нас была электричка... Еще лошадь стоит. Да, лошадь. Сейчас тормозим. Давай. Раз. Здесь. Так, ставим сюда. Контроллер до нуля. По нуля. Проехали. Чуть проехали, да. Так, ты опоздала. Можем сдать немножко назад. Нажмите вот назад. Немножко сдвините вперед. В реальной жизни кто этим не занимается. А у нас, поскольку игра, мы можем это себе позволить. Двигатель у нас запущен. Так, возьмите контроллер, продвиньте немножко вперед. Можем внимать. Налево смотрим. Направо. Все, давайте потормозить это до конца. Отлично. Теперь тормоз ставим на этот. Здесь начальное положение возвращаем. Все, и выключаем двигатель дизель. Остановка. Да, да, да. Поздравляю. Поздравляю. Все, приехали. Мы совершили первую остановку. Никого не сбили. Да. Все, профессиональный режим отключили. Да, и главное, что никого не сбили. Что самое удивительное, кстати, у нас частенько происходит авария. Очень странно, что я никого не сбила, потому что говорят, что многие сбивают лошадей, людей и так далее. Вот, ну как бы на симуляторе, разумеется. Вот, ну, я молодец, никого не сбила, хотя надо было. Я хочу везде залезть, жаль, что нельзя. Ой, какая кабина, финты. Теперь смотрим вот это. Давайте вот сюда встанем. О, Д-1080. Смотрите, какая труба. Тут колесики вообще маленькие. Здесь можно прям вот так вот подняться. Вау, тут тоже можно залезть. Это же вообще. Я уже хочу куда-нибудь поехать на поезде. Прям есть такое желание. Поднимаемся. О, боже мой. Первый в мире специальный почтовый вагон появился в Англии в 1838 году. В середине века свои почтовые вагоны начали выпускать и в России. Позже в них появился сортировочный зал, туалетные комнаты, система парового отопления и даже диваны для отдыха работников. Не прислоняйтесь к стеклу. Окей. Сидит какой-то человек, что-то пишет. Ребята, это был почтовый вагон. Так, мы идем дальше. Заходим. Сразу видно, что почтовый вагон. Прям монетки, книжечки, карты. Чернила, ручки, открыточки. Посмотрите. Ну и еще это челик с другой стороны. Привет. Почта такая железнодорожная. Какая у них кровать там? Где? А прямо. А, диван. Шторка такая. Ну, они, наверное, когда отдыхают, шторочку закрывают и все. Видишь, здесь на каждой полочке написаны города. Самара, Самара. У Ксени Зрения плохое. А вот смотри, бандерольки, видишь, лежат? Ага. Бандерольки, посылочки. Ладно, ребята, идем дальше. Так, к следующему паровозу. Пассажирский вагон второго класса. Это практически сто лет назад, даже больше. Офигеть. Прикиньте, какие вагоны были. Так, давайте пройдемся между вагонами. Это прям, знаете, как фильм ужасов какой-то. А представляете, один поезд идет в одну сторону, а другой в другую. И они прям так вот резко... И ты такой тут стоишь, и тебя сносят вот этими штуками. Так, вот мы проходим мимо кафешки. Только что я залезла под поезд, под вагон. Но микрофон почему-то отключился у нас. Поэтому я вам фрагментик покажу, но еще звука я не уверена. В общем, я залезла под вагон, и меня сплавили. Блин, очень жаль. Было весело. Не делайте так. Проходим в следующее помещение. Смотрите, здесь есть вот такой паровоз черепановых. Какой классный. Рельсы, смотрю, какие. Ну, эти деревянные шпалы, по-моему, это, да? Ага. Так, вот план экспозиции, посмотрите. Прошли вот так. Вот нам сейчас по факту вот сюда нужно подняться, и там идти прямо. Это рельсы. Вагончики самостоятельные идут, смотри. А, там на кнопочке его нажимают, ребята. Прикол. Сейчас режется, смотри, один, другой. Опа. Видишь? Угу. Смотри, следующий. Груженные идут. Это песок, а это уголь, наверное. Опа. Я амортизирую это аккуратненько. Так, мне очень интересно, что это за такие огромные... Здесь все должно быть написано. Смотрите. О, нет, это не сенсорные экраны. Это, ну, макет. Локомотивное депо. Шесть. Это зерна, которые, наверное, и перевозят эти поезда. Что здесь в седьмом? Сейчас посмотрим. Так, это железо и дерево. Да, да, да. И в восьмом пули. Угу, оружие. Ага. Ага, вот так, значит. А здесь тоже такое есть. Давайте нажмем. Это же такое. Это мазут, уголь. А восемь – это вода, песок. Да, вода, песок. Вот точно. Следующий макет. Сразу же нажимаем, что тут происходит. Опа, надо, смотрите. Пошла лента. Это грузовой двор. Так, по цифре шесть будем смотреть, что находится. Да, давай. Рыба копченая. Ну-ка. Так. О-о-о. Как это открыть? Так, число семь. Здесь у нас, сейчас скажу, аудиокассета Sony. Советские фотопленки. Угу. Прикол, я хочу это сфоткать. И рыбу копченую тоже надо сфоткать. Это любовь. И газета-то какая, посмотри. Того времени. Это эстетика. Блин, хочу рыбу теперь. Сейчас посмотрим, что под цифрой восемь. Советская жевательная резинка. Вау. Вау. У тебя были такие? Апельсиновая. Да, апельсиновая я помню. И мятная, да, я помню. И кофейную я помню тоже, да. Прикольно. А где апельсины, вот видишь? Оранжевые. А, вижу. Офигеть. Трэш. Так, идем дальше. Так, под цифрой семь. Ладно, лучше наоборот. Ух ты. Тридцатого связи. Тысяча девяностое, тысяча десятое. Да, кстати, у нас такие моторолы были. Это айфон четвертый. А это пейджер, видишь? Пейджер? Да. Окей. По цифрой восемь. Смотрим, здесь у нас лежат знаки импортных автомобилей. Ой. Вот, сфотографируй папе. Фига. Вольво, Киа. BMW. BMW, Audi, Ксения, немножечко шарин. Там даже Мерс лежит вон. Почему Мерс убрали в самый дальний угол? Что за чебурашки? Что-то по моему не сходится. Вот, китайские игрушки чебурашки. А типа тыкнуть можно? Мне страшно. А, они оживились. Ребята, это пассажирский вагон. Год постройки 1909-1918 год. Для перевозки переселенцев. Видимо, вот эти. А еще, смотрите, вот так проходишь, и вот они стоят. Ребят, я вижу лошадь. Вот лошадь мне нравится очень. Пойдем на второй этаж. Я хочу посмотреть, как это все выглядит сверху. Поднимаемся. Экран, что ли? Такой экран, он ездит и просвечивает как будто стены. Видишь? Прикольно. Типа кто там, да, сейчас? Ну да, что происходит? Ребята, представляете, билет сюда для школьников стоит 100 рублей, а для взрослых 300. Вообще не о чем. Поднимаемся наверх на такую площадку. Отсюда можно увидеть все, но можно еще выйти вот сюда. О, тут видно шелик, он вещи разгребает. А это наша любимая кружечка номер один. Кружечка номер два. Их здесь очень много. Они прям по всему музею стоят. Это очень круто. У меня ассоциация с поездом. Вот кружечки и заширак, наверное. Сюда тоже, кстати, деньги кидают. Но не так много, как на первом этаже. Сейчас мы пройдем по кругу, а потом спустимся вниз. Так, дорога в историю. Малоизвестные факты о благотворительности. Дорога в историю. Такие фоточки прям. Так, вот еще. О, тут какую-то свадьбу уже сыграли. В грязи туфли. Не очень романтичные, по-моему. Ну ладно. Для того времени свадьба. Нормально, думаешь? Супер свадьба, да, получилась? Чайковский. А спустимся мы, наверное, и здесь. Посмотрите, какая тут лестница прям. Спуск номер два. Тут музыка какая-то играет, такая советская, по-моему. Я очень хочу найти поезд, вот где ездили цари. Такое тут, по-моему, тоже есть. Нужно найти обязательно. Грузовой тепловоз. 1951 год. Такой огромный СССР. Прикол. Смотрите, какие таблички прям. Вот, слышишь музыку? Так это заряд. Утренний заряд. Ну ладно. Это Сталин. Так, ладно, идем дальше. Какой вот этот красивый. Т52032. Здесь можно про него прочитать. Это грузопассажирский тепловоз. 1948 год. Так, далее вот такой пассажирский тепловоз. Это уже 1968 год. Уже ближе к нашему времени. Такой поновее. Ну, по нему видно. Сканирует. Смотри, что внутри поезда находится. Так, все. Спасибо. Красивый поезд. Ой. Так, смотрите, фамилии. Это занятость локомотивных бригад. Вот так. А это, видимо, начальник какой-то. Ах, какие билетики. Фига, какие ключи, смотри. И телефончики. Супер модные. Стильные, молодежные. Это iPhone 16 Pro Max. Имени юного героя подпольщика Казика. Казика? 1972 год. Пассажирский электровоз. Я хочу найти царский поезд. Но мне кажется, мы не дойдем. Здесь более новые уже идут. Но все равно мы все найдем, не переживайте. Это грузовой электровоз 1961 года. А этот 1972 года. Так нравится ходить между поездов. Это какой-то квест. Вау. Такой рабочий был довольно-таки. Ну, видимо. Да. Какие колеса. И в музеи тралили. Деревянные. Прикольно. Подшаманили. Как это деревянные? Это железные. Это железо. Это дерево. Не может быть. Ну. А-а-а, Ксюша. Блин, оно... Ужас. Нет. Так, смотрим дальше. Что это такое? 3D. Виртуальная экскурсия по императорскому поездам. А, ну вот, смотри, телевизор. И тут показывают, как там все внутри было. Еще одна женщина. Мне также можно вот здесь поздороваться. Так понимаю. Это живой светофор. Стоишь такой, на улице там метель и так далее, а ты светофор. Сейчас она как скажет, и все. Поворачиваю вот так фонарь. Показываю поезда. Зеленый или красный. Поезда ночью. Один за другим. Какая работа. Ну, ладно, все. Спасибо. Идем дальше. Так, это грузовой паровоз 1944 года. Коробки. О, тоже экран. Смотри. Ой, смотри, какая красота. Здесь можно подняться. Тут температура настроя большая. Вот тут включаешь воду. О, боже, я думаю, это зеркало. Так вот хожу, думаю, почему меня не видно. Тут что-то пройду. В поезде выращивают поросят. Так, мы идем по вагону. Больных перевязывают. Ой, какие кровати. Носилки, кушетки для больных. Думаешь, это кушетки? Да. Это кушетки. Тут их три даже. Это типа подушечка. Смотри, кружечка, видишь? Супер мягкая подушечка. А это столик, видишь, прикроватный. Нормально. Да, здесь так, почили чисто. Чайку попить. Туалет крутой. Да. Тут даже кисть какая. И тазик даже есть, смотри. Помоться можно. Тазики. Так там душ есть отдельно. Зачем тазик-то? Мы идем дальше. Мне очень понравился вот этот луркированный вагон. Это красная стрела. Санкт-Петербург, Москва. Все по классике. И, кстати, по-моему, это сейчас так все выглядит, нет? И стаканчики такие у нас, и цветочки тоже стоят. Смотри, сахар, рафинад. И еще есть индийский чай. А еще вот проводник наливает горячую воду из самовара. Так, проводник, видите, с флажком. Так же, как сейчас примерно. Такая вот стиляга. Привет. Мы с ней почти одного роста. Тут можно посмотреть на нее. Там они сейчас что-нибудь сломают. Я уверена. История профессии. Интервью. Давай. Вот такие штуки мне очень нравятся. Эскалаторы. Собачка даже тут есть. Так, это вагонно специального назначения. Уже все расстелились. Смотри, подушечки. Там простыни все свернуто. Как даже этот есть. И стул. Смотри. Смотри, церковь. Комната для молебен. Стульчик, смотри, для прихожан. Так, это питание на железной дороге. То есть это столовая. Да, это мы любим. Это вагон-ресторан. Машина, посмотрите, какая стильная. Сюда можно залезть? Интересно мне знать. Это москвич. Последний паровоз постройки колобинского завода. Прям огромный тоже. Тут колеса вроде еще больше. Я 170, ну 180, может, ты что-то поменьше. Ну а сейчас мы обязательно зайдем в кафе. Без этого никуда, серьезно. Сейчас мини покажем звук, прям как будто в поезде едешь. Прикол. Горячий и холодный. Даже карбонар вот тут есть, офигеть. Цезарь с крелетками есть. Вот, где салаты, да. О, горячие напитки есть, смотри. И чай. И даже есть молочные коктейли. И даже пончики есть, десерты. Ммм, кайф. Так, ну я сделала вам такой небольшой обзорчик на кафе. Вообще, я люблю кушать в поезде. Я хочу прям в поезде поесть. Не нужно куда-нибудь поехать. Ребята, пишем идеи, куда поехать на поезде. Здесь я, скорее всего, закончу этот влог, этот обзор на музей. Ребята, как вам? Мы прошли мимо больших колес, и вот здесь можно спрятаться. Мы там опять ходят. Меня опять спалили. В общем, кто из вас находится в Санкт-Петербурге, я вам очень советую приехать в этот музей. Тут очень интересно. Прям очень. А кто находится не в Питере, скачиваем приложение. Еще расскажу, как называется. Музей ЖД. Там особо регистрироваться не нужно, но вы увидите там все то же самое, что и как бы вживую. Только виртуально. Очень удобно. А еще пишем в комментариях плюсики, если вы здесь уже были. Ну, на этом мой влог заканчивается. Обязательно ставим лайки. Подписываемся на канал. И всем пока! Ладно. Не будем пранковать уже никого. Залезть хочется, а нельзя.